Если у должника озноб, кредитора трясет лихорадка. Правда, в качестве лекарства к должнику тут же присылают коллекторов. Лично не встречался, но говорят, что очень неприятные граждане. Так вот, для них разработали государственный профстандарт. Отныне с должниками на ранних стадиях взыскания задолженности должны работать сотрудники, прошедшие специальный отбор, владеющий основами банковского дела, психологии, этики делового общения, теории и практики переговоров. Они также обязаны разбираться в административном и уголовном праве России, отечественной и международной практике взыскания задолженности. А еще им надо иметь высшее образование. Так вот, если вам вдруг позвонит коллектор со словами «Милостивый государь, не соблаговолите ли вы? Не падайте в оборок». Все в порядке. Человек с утюгом придет позже. Рынок розничного кредитования во втором квартале 2015 года вырос на 34% по сравнению с началом года. На фоне увеличения количества новых выдач кредитов наблюдается и стабилизация ситуации с просроченной задолженностью. По сравнению с началом 2015 года проблемные кредиты снизились на 0,08% до 12,5 млн штук. В апреле и июне было выдано 3,9 млн кредитов на сумму более 516 млрд рублей. Количество ипотечных кредитов выросло на 39%. Сегмент кредитных карт и автокредитов тоже подрос на 10%. Страховая компания «Помощь» не намерена выплачивать компенсацию туристке, пострадавшей от теракта в Тунисе. Женщина уже готовится к выписке из НИИ имени Склифосовского, но ей необходимо пройти длительный курс реабилитации, на которую может не хватить средств. Адвокат туристки сообщил, что был заключен договор страхования с компанией «Помощь» на 15 тысяч долларов. Страховщик выплаты не производит. Представители страховой компании «Помощь» заявили, что страховых выплат туристке ждать не стоит, так как теракт не относится к страховым случаям наряду с ядерным взрывом или гражданской войной. Хорошие у нас страховщики, заботливые до смерти. А на сегодня это все. Удачи в делах.